Всем привет, я Аляси Грузинская, и сегодня я познакомлю вас с новой коллекцией ароматов от бренда By Killian. Она называется Kind of Lord и создана для тех, кому немножко зацать. Ну, то есть для молодого поколения. Я не могу не показать, как эта штука открывается. Дно превращается в крышку. Миленький, правда, молодежный. Ну, вот я не могу себя уже в 27-летнюю бабищу представить, пахнущей вот такой кока-колкой. То есть это такая когтистая, юная... Ну, если это для молодежи, ну, я, видимо, уже что-то не ЦА. Поцелуй сжигает 6,4 калории за минуту. Хочешь потренить? Внешний вид флаконов у этой коллекции вдохновлен современным искусством и сопровождается длиннющими лозунгами-названиями, каждый из которых имеет такое полуофициальное сокращение. Всего ароматов коллекции 5, но до нас доехали только 4. Познакомимся с четырьмя. Кое-кто по ошибке решил, что эти шары пришли на смену уже известным яйцам Фаберже. Но это не так. Коллекция Art of Love продавалась исключительно в России и с разных сторон обыгрывала одну и ту же ноту розы. Ароматы коллекции My Kind of Lord составлены совершенно по-другому, и в них нет ни одной главной ноты. Интересно, что именно эта коллекция уже подверглась критике как со стороны парфюмерных экспертов, так и со стороны заядлых фанатов марки. Потому что первые нашли ее слишком скучной, а другие не нашли здесь именно того, за что они раньше любили марку By Killian. Хотя даже на первый взгляд заметна уже знакомая для бренда провокация и заигрывание с темой секса. Ну, в любом случае, что первые, что вторые, зря обижают коллекцию My Kind of Lord, потому что они забыли про целевую аудиторию этих ароматов. А целевая аудитория My Kind of Lord – это молодежь, которая хочет следить за парфюмерными модными тенденциями, но при этом не готова выкладывать по 200 баксов за один флакон. Целевая аудитория именно этой коллекции – поколение Z. Мне уже не терпится начать знакомство с этими экспонатами, и первый называется Мне не нужен принц рядом, чтобы быть принцессой. Красным выделено сокращенное название, если вы приходите в магазин, можете просто попросить аромат принцесс. Это прям такие сладкие девичьи фантазии наяву. То есть представим девочкам, взяла маршмеллоу, только кинула это не в шоколад, наверное, а в чай скорее. Или закусила чай зефиркой. По звучанию его можно поставить в один ряд с Poison Girl от Dior и с Black Opium от Eves Saint Laurent. Это такая юная, но уже когтистая девица. Экспонат номер два называется Bad boys are no good, but good boys are no fun. Что значит плохие мальчики нехороши, но хорошие мальчики не веселы, ну или скучные. А это фантазия на тему колы с лаймом. То есть образ такого пацана из 90-х в кепке с бутылкой колы, очень модного, причем образ из 90-х, но копируют его до сих пор. Кола здесь свежая за счет лайма и древесных смолистых нот, при этом с легким металлическим оттенком корицы. В целом аромат получился таким дерзким и мальчишеским, но при этом на девушке я его тоже отлично представляю. Ну что, читаем название третьего экспоната. Kissing birds six and four colors in a minute, wanna work out. Ну что примерно переводится как поцелуй тратит 6,4 калории в минуту. Хочешь потренить? Ну, знаете ли, если это и поцелуй, то, наверное, такой самый-самый первый, когда на губах еще остался привкус и риски или сладкого попкорна. В целом аромат на тему молока и сахара. В старте проступает ландыш, но довольно быстро прячется, уступая место гурманским нотам сахара, ванили, молока с небольшим количеством розы, зелени и цитрусовых. Если выражаться в провокационном стиле самого Киллиана, то это, скорее всего, такой образ любительницы набоковской лолиты. Ну и последний экспонат на сегодня на нашем столе, но не последний в коллекции, напоминаю, звучит как Let's settle this argument like adults in the bedroom, naked. Мне даже стало жарко, потому что это переводится как Давай решим этот вопрос как взрослые в спальне, голые. Несмотря на то, что сокращенное название этого аромата adult, полноценно взрослым его, конечно, очень сложно назвать, и все же он взрослее своих собратьев. Композиция строится вокруг ноты молочного, чуть целоноватого кокоса, причем с явным добавлением сухого кедра и сочной зелени. Благодаря ваниле, которая есть в пирамиде, примерно через полчаса на коже раскроется очень сладкий, приятный аромат. Вот этот аромат, наверное, самый унисекс из всех, что я сегодня представила, и, на мой взгляд, наверное, самый интересный. На самом деле, что хочу сказать, если бы мой ребенок был целевой аудиторией этого бренда и конкретно этой коллекции, конечно, я бы, будучи матерью, хваталась бы за сердце, если бы моя дочь побежала за духами Давай решим этот вопрос в постели голыми. Но на самом деле стоит признать, что сами-то ароматы не настолько провокационные, как их название, поэтому они пахнут, как та самая молодежь, жвачкой, колой, зефирками, чем-то сладеньким и вкусным. Ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на наш канал и не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А в комментариях мне интересно, как вы относитесь в принципе к марке Killian и какое интересное название, может быть, вы уже приготовили для следующего их аромата. К сожалению, моему великому я уже не целевая аудитория этой линейки, но мне кажется, для какой-нибудь вечеринки в стиле 90-х я бы вот этим, может быть, и воспользовалась.